Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется открыть ящик Пандоры. И ещё раз доброе утро, уважаемые слушатели. Да, начинается программа Климат-контроль. Константин Рангс, журналист, учёный, журналист, пишущий о науке. Морской геолог с нами на прямой связи. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. Доброе утро, Олег. Мы обещали в принципе поговорить немножко о погоде. Действительно, погода сегодня как будто бы стала более такой приятной, пятничной. И, может быть, порадует тех, кто строит планы на выходные. Вот что происходит, почему с погодой. Потом, ну вот, затронем, наверное, темы и угольных шахт, и электромобилей, и, в принципе, вот каких-то самых последних изменений в европейской политике. Но вот, может быть, как по традиции, немножко с погоды начнём. Давайте с погодой. Что сейчас происходит? Мы видим, что сейчас над Ригой, в общем-то, солнце. Ожидается сегодня переменная облачность. В середине дня возможны кратковременные дожди. И, в принципе, это будет последний, наверное, за ближайшую неделю последние осадки. Потому что на нас начинает активно влиять уже скандинавский антициклон. И давление потихонечку растёт. И, следовательно, следующая неделя будет солнечной. Даже уже выходные дни, собственно говоря, будут, должны быть солнечные. Если природа, конечно, не выкинет какой-нибудь фортель. Другое дело, что, допустим, наши соседи, они вот мучаются от осадков. Вы посмотрите, как нам повезло. Например, в том же самом Петербурге выпала за минувший месяц тройная норма осадков. А у нас всё-таки как-то вот худо-бедно. Но май был холодный, но вместе с тем не слишком-то и дождливый. Ну, в принципе, сейчас можно ожидать, что июнь начнётся у нас, как месяц будет, прохладный сравнительно. Но, с другой стороны, вот эта прохладность, это как раз наша норма. Около 20 градусов днём. Вот это будет очень хорошо. При этом будет солнечная приятная погода. Я напомню нашим слушателям, телефоны 67212-93-9, 67213-93-9. И я напомню, что ещё можно писать нам в WhatsApp, задавать вопросы или комментировать. 2306191. Ну, а теперь, наверное, можно уже и про политику. На минувшей неделе, которая, как известно сейчас, климат, экология и политика, и экономика, это всё переплелось в такой мощнейший узел. На минувшей неделе, на уходящей неделе, одно из таких важных сообщений, связанных и с экономикой, и с политикой, это было решение Европейского суда о закрытии одной из крупнейших шахт в Польше. Эта шахта называется Туров в городе Богатынь. Город этот расположен в самом юго-западе Польши. И с трёх сторон он окружён территорией Чехии. И вот это там, где шахты находят. И вот что любопытно, что именно Чехия подала иск против Польши, заявляя, что Польша вон там себе копает уголёк, а от этого, значит, происходит негативное влияние на окружающую среду региона. В общем, собственно говоря, всё в русле, так скажем, современных тенденций. Но дело всё в том, что эта шахта и находящаяся рядом мощная электростанция, это крупнейший региональный работодатель. И несомненно, что польские власти, они не могли оставить дело просто так. Мало того, что они сначала, вот премьер-министр Матеуш Моровецкий заявил, что решение суда несправедливо и противоречит принципам ЕС. То есть, фактически в такую фронту пошёл, а потом вообще было объявлено, что Польша не будет выполнять решение европейского суда именно по причине его несправедливости. Но ведь там ещё хочется отметить, что это и энергетическая безопасность страны тоже была приведена как аргумент того, что без этой шахты, в принципе, вот Польша может испытывать недостаток, поскольку электростанция работала как раз вот на том самом угле, который добывался в этой шахте. Да, причём это даже не шахта, это по большому счёту там уже открытый карьер. Вложены были большие деньги в его развитие, и как бы как-то представлялось, и полякам представлялось, что, в принципе, закрывать надо сначала те шахты, которые уже как бы вырабатывают свой ресурс, которые так и так придётся бросать. Их нужно подготовить, ведь, в принципе, шахты можно использовать как хранилище различных отходов и прочее. И вот это был важный вопрос. А тут получается, что нужно закрыть шахту не потому, что она как бы уже истощается или как бы слишком устарела. Нет, получается, что это просто жалоба соседей. Столько лет они не жаловались, а уже сейчас намекают, что это всё связано с выборами, которые ожидаются в Чехии этим летом. И просто-напросто чешские власти хотят показать такую демонстративную заботу о своём населении. Столько лет молчали, и вы проснулись. Так что надо сказать, что вот этот пример показывает, что путь вот этого закрытия угольных и прочих шахт, он не будет даже в Европе очень лёгким и простым. Надо сказать, там уже выступления выходят, люди уже выходили и будут выходить на улицу, требуя от своих, то есть от польских властей, чтобы они проигнорировали решение европейского суда и вообще, как говорится, решали вопрос, как своим гражданам жить-то и кормиться. Ну, потому что я думаю, что очень легко быть на словах зелёным, говорить о том, что да, ты за экологию, за совершенно там не вредные для природы какие-то формы энергетики, но когда вдруг это касается того, что ты теряешь работу, оказываешься на улице, что весь регион может оказаться в такой депрессивной экономической ситуации из-за закрытия там главного, можно сказать, ведущего предприятия, вот тогда вдруг вот как-то все эти проблемы экологии отходят на второй план, и ты понимаешь, что твой шкурный интерес, ну, это просто, ну, как бы выжить, обеспечить свою семью. Да, возникает, они уже прямо говорят, что нам делать, здесь вся экономика в Богатынине завязана была на этот разрез, на эту шахту туров. И если там всё закрывается, то это означает, что закроется и все мелкие бизнесы, которые, малые бизнесы связаны с обслуживанием людей, которые работают на шахте, школы, детские сады, то есть вся вот эта структура, она рассыпается. Да, это проблема, вот почему-то очень часто говорят о том, что проблема России, моногорода, но парадоксально моногорода существуют и в современной Европе, которые привязаны к какому-то конкретному предприятию. И ведь, главное, жителям этой Богатыни-то деваться-то нету, кроме как тому, что ехать за границу, работать, прям, скажем так, не по специальности. Стоит ещё обратить внимание, что шахтёры везде и повсеместно это очень организованный отряд людей, рабу которые умеют и отстаивать свои интересы. И несомненно, что для польских властей сейчас гораздо важнее вот именно свои проблемы, потому что то, что происходит в Богатыни, уже, как бы, волнует и других польских шахтёров. Но, как говорится, это Польша. Это вот мы коснулись вопроса о том, что происходит, если вот мы решаем так энергично и бодро что-то закрывать. Но есть и другие проблемы. Вот, например, на этой же неделе, на этой же неделе пришла такая интересная новость из Эстонии, ну, которая на фоне других новостей просто как бы была совершенно незамечена. Дело всё в том, что Центр мониторинга развития подготовил доклад о том, как будет развиваться в том числе налогопоступление в эстонский бюджет в связи с развитием электрических автомобилей. Он как-то сначала всё время думается, что электрический автомобиль, дешёвая электрическая зарядка, всё чистота, всё хорошо. То есть есть штамп, но они посмотрели на следующий момент. Ведь подумайте, ведь сколько реально стоит литр бензина или дизельного топлива, когда мы его покупаем? Вот мы, мы конечный потребитель. Там наценка вот продавца очень небольшая. А вот значительную часть в разных странах по-разному, это может быть и 35, и 40 процентов, это всевозможные налоги и акцизы, которые идут в фонд, в бюджет государства. И вот эстонские специалисты сказали, что уже через 9 лет, к 2030 году, если вся вот эта электрификация автотранспорта пойдёт, как планировалось, сократится на пятую часть. То есть в нынешних ценах почти что на 100 миллионов евро. Поступление в бюджет. Возникает вопрос, откуда взять эти деньги, чем латать дыру в бюджете? Ну, дальше, дальше больше. Ведь предполагается, что уже к 40-му году эта сумма увеличится, а может быть станет ещё больше. То есть налицо уже сейчас возникает очень важный вопрос. Если сокращаются поступления от налогов за бензин, то, следовательно, налогами нужно облагать электричество. А дальше возникает, понимаете, тут очень интересная вещь. Когда вы облагаете налогом, акцизами, бензин, это понятно, что житель в доме, человек, который живёт дома, он не тратит бензин для освещения своей квартиры, и давно уже никто не готовит на кирогазах или там, допустим, на каких-то примусах. Вот есть до сих пор, можно купить бензиновые примусы, вот на них не готовят. Следовательно, для человека, не имеющего автомобиля сегодня, налоги на бензин, они его никак не касаются, и это справедливо. А если обложить налогом электричество, чтобы как раз компенсировать вот эти самые потери, которые будут, то тогда получается, что за езду каких-то отдельных господ на автомобилях, а сейчас известно, что электромобили могут купить тебе в основном только самые обеспеченные граждане, должны будут платить все, в том числе и старушки, старички и пенсионеры, у которых автомобили уже и не может быть по причине их преклонного возраста. То есть, получается, что, опять-таки, вроде говорили о хорошем, а все идет к тому, что опять бедные будут оплачивать богатых. Ну вот в грубом таком выражении это абсолютно получается такая система. Жуткая несправедливость. Ну вот, да дальше возникает вопрос. Значит, каких-то должно быть разное электричество. Вот как-то их надо разделить. Следовательно, можно облагать налогом то электричество, которое будет поставляться на станциях заправки. Это как бы справедливо, да, потому что просто человек не может подойти к станции заправки, взять электричество и домой отнести. Ясное дело. Но, с другой стороны, люди, которые имеют свои собственные дома, а это опять-таки наиболее обеспеченная часть населения, могут подключаться к своей домашней розетке. То есть это вопрос, которого решения сейчас просто-напросто нет. Либо нужно тогда владельцам квартир давать особый дисконт на электричество. То есть мы поднимаем цену на электричество, но владельцам квартир, у которых нет машины и прочее, мы даем специальный дисконт, чтобы они оставались на старом уровне. То есть об этом нужно сейчас уже думать, пока еще в основном машин-то этих электрических сравнительно мало, но мало реально. А что будет дальше вот об этом? Ну, нужно и говорить. А у нас же зачастую все разговоры идут о том, что, а, вот будут электрические машины, у нас не будет выбросов, не будет выбросов углекислого газа и прочая-прочая лепота. У нас есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Здравствуйте, меня зовут Игорь. По поводу налога на электричество из-за электромобилей. Можно просто обложить налогом конкретные электромобили. Допустим, ежегодные при чехосмотре, как с двигателями внутреннего сгорания автомобилей. И, допустим, определенная сумма в месяц. Ну, небольшая, чтобы сильно не кусала. А чтобы обычные жители домов не страдали от этого. И пенсионеры, у которых нет электромобилей. Угу. Спасибо. Совершенно верно. Вот я как раз и хотел сказать, что, например, уже сейчас говорят о том, что тогда получается, что электромобили должны быть обложены соответствующим налогом. И тут тоже в этом есть какая-то логика. Но тогда теряется вопрос. Сейчас как раз для электромобилей устанавливаются льготы. И приходится человеку держать в голове, что сейчас он покупает электромобиль, которым будет пользоваться льготно. А через уже через 9 лет это уже будет как раз транспортное средство, обремененное новыми оплатами или налогами. У нас, между тем, есть еще один звонок. Здравствуйте. А, сорвался звонок. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Звоните, высказывайте свое мнение, поскольку действительно это ситуация, которая может коснуться всех и каждого. А нам, между тем, пишут... А, ну тут, к сожалению, да, это по поводу шахты еще. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. А я вспоминаю, в советское время все его ругают. Электричество для всех было 4 копейки. Но когда в Порсуэмсе стали ставить электроплиты, там электричество отдельно было, и за электроплиты платили по 2 копейки, а не по 4. Так, может быть, сейчас кто-нибудь додумается до этого? Спасибо. Спасибо. Сразу, может быть, еще один вопрос или комментарий. Алло. Алло. Алло, добрый день. Добрый. А скажите, Константин, а вот почему не говорят о количестве редкоземельных металлов в мире, которое вообще существует? Было же такое, я смотрел когда-то одну передачу, где говорили, что в мире не существует столько редкоземельных металлов, чтобы создать столько электромобилей, столько аккумуляторов и прочее. Не надо забывать, что у нас у всех есть мобильные телефоны, планшеты. Которые из этих же редкоземельных металлов делаются элементы питания. И что даже если все сильно захотят, у нас не будет столько аккумуляторов, значит, не будет столько машин. Ну, вообще, это так, ну, такие разговоры. Совершенно верно. 24 числа в журнале Nature был опубликован, там, обзор материалов, была опубликована такая сводка о роли горнодобывающей промышленности в последующие годы. Ведь как-то мы забыли про то, насколько важна была вот именно горнодобывающая промышленность. Может быть, потому что нефть и газ как бы все заслонил. А вот, как отметил наш слушатель, мы действительно должны думать и о том, что все эти электромобили, что все это продукция, сделанная из металлов, причем металлов, которые, что называется, под ногами не лежат. Вот согласно вот этого британского обзора, если перевести весь британский парк автомобилей на бензине и дизеле, перевести на аккумуляторные автомобили, да, а это почти 32 миллиона автомашин, то потребуется, вдумайтесь в эти цифры, то есть Британия пересесть полностью на электромобиле, это потребуется 208 тысяч тонн кобальта, 264 тысячи слишком тонн карбоната лития, это 7200 тонн неодима и диспрозия, 2 миллиона 362 тысячи тонн меди, это только вот такие самые распространенные материалы, а если все автомобили мира пересадить, а их 1 миллиард 400 миллионов, напомню, сколько автомобилей с двигателем внутреннего издогорания, то потребуется примерно в 40 раз больше всех этих металлов, и хотя теоретически они есть в, так скажем, в земной коре, но проблема заключается в том, что ведь их нужно, а, сначала добыть, ну, сначала их нужно разведать, это еще та работа, второе, это нужно, их нужно добывать, потом их нужно обогащать, когда говорят, очень так, знаете, легко, ах, будет замкнутая экономика, и мы будем брать и перевосстанавливать все, вот, как бы, то возникает вопрос, а у вас есть все подходящие технологии для восстановления? Вот, например, возьмем алюминий, казалось бы, ну, что проще, мы все его знаем, мы берем эти банки, да, да, действительно, из банки сделать опять новую банку, вы переплавите алюминий, ну, чуть ли не в 400 раз дешевле, чем выплевать алюминий из руды, и, конечно, с алюминием-то, как бы, попроще, вот, мы им пользуемся, но дело все в том, что ведь есть огромное количество вот этих металлов, которые скрыты, например, вот в аккумуляторах, вы не сможете просто взять аккумулятор, вот, и, как бы, как вот отсортировать литий сюда, кобальт сюда, никель сюда и медь сюда, потому что его просто разбирать нельзя, он взрывоопасен, то есть, для, сейчас примерно только 1% батарей на литии идет в переработку в мире, и не потому, что этих батарей мало, а все потому, что это далеко не всегда экономически оправдано, и вот тут возникает следующий вариант, а через несколько лет, действительно ли будет происходить падение цен на батареи, на электромобили, или мы столкнемся с тем, что это падение прекратится, а может начаться и рост? Вот у нас вопрос от слушателя, здравствуйте. Доброе утро, у меня реплика, и вопрос будет на том, вот, значит, человек звонил, говорил, электромашины обложат ли, ключевое слово, налогом или нет, но 100% обложат, тут можно не переживать, повторю в сотый раз, что транспортный налог у нас только в Латвии, транспорт, линзик, эксплуатация, единственное сравнение Евросоюза, это 700 с лишним миллионов, это мое замечание, а вопрос такой, вот вы, Константин, он связан с репликой, вы сказали, что в эстонской исследовании и 100 миллионов по акцизу они потеряют, у нас, насколько я знаю, в Латвии по акцизу с топлива около миллиарда получается, то есть вот эта цифра, 100 миллионов, которую вы озвучили, вроде бы это мелочь, нюанс в вашем тексте, да, но очень важно, там же будут потери не 100 миллионные, а близко к миллиардам, или что-то здесь в этом исследовании было не точно, или как-то вы эту цифру взяли так абстрактно, вот, меня этот вопрос интересует, спасибо. Спасибо. Нет, нет, эстонцы исходили из следующего, что в течение 10 лет на дорогах Эстонии будет 85 тысяч электромобилей, и с учетом того, какой средний расход топлива у эстонских, и все-таки страна, кстати, поменьше по протяженности, чем Латвия, меньше пробег, и вот они посчитали, что как раз это и приведет к падению в 100 миллионов евро, и это они отмечают, я тоже сказал, что это одна пятая часть, то есть их тогда сбор сейчас, это полмиллиарда евро, вот это, но это так называемый центр мониторинга развития Эстонской республики, то есть в принципе это их заявление, которое они дали прессе, отталкиваемся от того, что мы имеем, но все равно это их уже задело, потому что они начинают думать, что мы будем, как мы будем, так скажем, собирать налоги дальше, вот об этом и шла речь. У нас, а, был звонок и сорвался, 67212-93-9, 67213-93-9, телефон в нашей студии, вот, человек перезвонил, здравствуйте. Здравствуйте, еще раз, это Игорь, я вам звонил, по поводу батарей для электромобилей, ведь главная составляющая батареи это литий, и так сложились в течение обстоятельств, что 80% всего этого руды и лития именно в Америке находятся, поэтому я и думаю, что это опять американская политика, что давайте электромобили увеличивать, типа, экология лучше станет, но на самом деле это не так, это все, ситуация повторяется примерно как с холодильниками в 90-х, прион, когда запретили, якобы, он вредный, и большая часть планеты перешли на другие материалы, потому что, так сказали американцы, сейчас у нас настолько развита технология, я просто не верю в то, что можно сделать батарею только из лития, а с других материалов этого типа сделать нельзя, мы делаем смартфоны, которые выгибаются в руках, и ему ничего не происходит, а батарею изобрести не можем, это просто неправда, я думаю, что это просто политика, и очень выгодная для определенных литий, но это мое мнение. Спасибо. Знаете, вот хочу сказать, что, к сожалению, наш последний полвека показали, что мы можем делать одни вещи и добиваться прогресса, но в других вещах мы останавливаемся. Вот посмотрите, я просто помню, что в годы своего детства, когда стал увлекаться научной фантастикой, ну тогда и все увлекались, вот это конец 60-х годов, полеты на Луну, полеты в космос, это все шло вот таким фоном. В Риге, там где сейчас Христорождественский собор, там был планетарий, кстати, очень хороший планетарий, и там шли лекции, меня вот водил мой папа, мы ходили с ним смотреть эти звезды, и ходили слушать лекции, показывали фильмы, и рассказывали про то, что вот уже после 76-го года скорее всего люди полетят на Марс. Была лекция, где рассказывалось о ядерных двигателях, о ионных двигателях, о плазменных двигателях, о том, что уже делаются зонды, которые используют экспериментально эти двигатели, и что вот действительно наши полеты на, по крайней мере, на Луну в ближайшие десятилетия станут обыденностью, а уж к 2000-му году, помню, была такая, мир в 2000-м году, это я даже себе представить себе не мог, не должно было быть 40 лет, боже мой, какая старость, вот, и в этот момент, да, вот это будут туристические поездки на Луну, просто так, попрыгать, потому что там низкая гравитация, в 6 раз ниже, чем на Земле, посмотри, но никто не говорил про интернет и про гибкие мониторы. В итоге, мы имеем гибкие мониторы, мы имеем дополненную реальность, да, действительно, много чего очень полезного, да, появляются роботы, которые помогают делать операции, или, например, без компьютеров, без интернета, систем, не получилось бы так быстро решить вопрос с вакцинами, например, но кто и как летает? летают на ракетах, которые такие же, в принципе, как они были 60 лет тому назад. Могут быть нюансы, вы опускаете последнюю ступень обратно на Землю, или ее не опускаете, это не важно, важно то, что вы все равно используете углеводородное топливо, и отправляясь в космос, запуская свои космические корабли, вы летите к Марсу не 70 дней, не 100 дней, а вот сколько положено полгода по законам так называемой небесной механики. И если вы собираетесь отправить космическую станцию, например, к Сатурну или дальше Нептуну, вы должны понимать, что она долетит тогда, когда вы в лучшем случае выйдете на пенсию, как и получилось, например, с Вояджерами. Сейчас уже осталось живых мало людей из тех, кто их запускали, хотя теоретически туда можно было бы долететь меньше, чем за полгода, если бы были вот эти двигатели, о которых мечтали в 70-е годы. Это очень важный момент. Дело все в том, что, например, батареи электрические, аккумуляторы, они определены, их возможности определены законами природы, свойствами атомов, которые описываются в той же самой периодической системе Менделеева. И почему литий используется? Потому что литий это элемент номер три в периодической системе. А батареи есть, литические разработки, делать батареи, в которых вместо лития был бы атом водорода, должны быть еще более эффективны. Но пока это все только эксперимент. И не забывайте еще одну простую вещь. Литий на дороге не валяется. Литий надо добывать. Надо добывать, например, в той же самой крупнейшие месторождения по-моему в Боливии, в горах, соленые озера. Их нужно добывать, его нужно добыть, его нужно переплавить, произвести продукт из этого самого лития. То есть это большая цепочка, которая тянется. И это что означает? Это означает, что люди вложили деньги в добычу лития. И пока этот литий не добудут, хода другим аккумулятором особенно не будет, потому что нельзя рушить экономику. Раз мы делаем литиевые батареи, то нужно учитывать, что это же огромные деньги уже внесены в этот процесс. Вот о чем нужно. Это только иллюзия, что можно все напечатать на трехмерном принтере. Это хорошо для телевизионщиков, это хорошо для журналистов, это интересно, это хайпово. А как только вы встречаете вопросы самые конкретные, допустим, касающиеся прочности, надежности и прочее, то и стоимости. И вот мы опять возвращаемся к этой шахте. Вы можете завтра взять и сказать, нет, мы открыли, сделали новую батарейку размером с карандаш, классная батарейка, она сразу ликвидирует всю необходимость в литии и в кобальте. А что это будет означать? Это будет означать, что у вас будут миллионы людей по всей планете оказываются без работы, инвесторы потеряют свои деньги, а дальше начинается уже политика. Потому что вы будете говорить и лоббировать свои интересы со своими национальными и местными политиками. и поскольку никому не хочется слетать со своего места раньше срока, все и думают и защищают интересы своих местных жителей, которые кто живет на угле, кто живет на литии, кто живет на переработке и экспорте древесины, у них у всех свои собственные интересы. Эти интересы меняются, но и меняются медленно. Поэтому и нужно искрадить из того, что в принципе если у нас есть какие-то позиции, то мы должны думать о том, что да, может быть придется их сменить, но мы должны думать заранее о том, что придется делать, а не реагировать о том, что ах боже мой у нас типа там яма на дороге, вот давай ее быстренько засыпем. Кстати, тут Константин написал нам слушатель, могу возразить, помните, как Маргарет Тэтчер взяла и закрыла все угольные шахты Уэльса? Пишет нам слушатель, то есть получается, что можно и достаточно, ну я не знаю, не волюнтаристки, но во всяком случае вот политической, проявив политическую волю все-таки можно что-то изменить? Правильно, но нужно отметить, что во-первых, у Великобритании к этому моменту уже устояло множество платформ, которые добывали нефть и газ на шельфе Северного моря. То есть уже не было такой ситуации, что если мы отказываемся от угля, от этих шахт, тем более закрыла-то она их не по экологическим соображениям, она закрывала их для того, чтобы оказать давление на очень мощные профсоюзы горняковши, на профсоюзы шахтеров. Это было политическое действие. Да, волюнтаристское политическое действие, но это было не связано с защитой окружающей среды в первую очередь. И у нее, у Маргарет Тэтчер, была вот эта поддержка в виде энергетической поддержки, в виде прекрасно развивающихся в те годы, в 80-е годы месторождений Северного моря, нефтегаз. Забывается об этом, что Британия это нефтяная держава и газовая держава в том числе. Сейчас уже приходится им там, как, кстати, и даже норвежцам, уже решать вопрос ликвидации старых платформ, потому что уже выработаны месторождения, это да. Мы забываем, например, о том, что одной крупнейшей газовой страной в Евросоюзе была в течение десятилетий Голландия. Именно в Голландии на суше находилось крупнейшее газовое месторождение. Оно сейчас тоже Греттинген, оно тоже сейчас в стадии упадка, и это очень волнует европейцев. Но не нужно думать, что Европа всегда всю историю своего существования только на импорте сидела. У Европы был период энергетического, так скажем, изобилия 70-х, 70-е, 80-е, 90-е, нулевые годы, лет 40, можно сказать, почти что полвека. Так что да, Маргарет, да, можно действительно делать какие-то резкие шаги, но сейчас и общество не такое, как в 80-е годы. В 80-е годы общество еще даже уже тогда возмущалось, а сейчас бы такой вариант бы просто мог бы не пройти. Тем более в современной Британии Маргарет Тэтчер присниться не могло, что не только Шотландия захочется отсоединяться, или Северная Ирландия, но и даже тот же самый Уэльс, где тоже появляются свои националисты. И неизвестно, как бы она действовала в то время. Но вот возвращаясь к электромобилям, получается ведь действительно такая странная ситуация. С одной стороны, Евросоюз хочет популяризировать электромобили и таким образом сделать более, ну, ряд льгот, которые должны стимулировать приобретение электромобилей людьми, а с другой стороны, получается, что все равно придется, учитывая вот эти бреши от недополученных налогов за бензин, каким-то образом компенсировать. И вот получается так, что сохранятся ли вот эти вот всевозможные льготы, скидки на электромобили в ближайшее будущее, и не столкнутся ли люди с тем, что, ну, польстившись на эти льготы, они через пару лет должны будут в полной мере, ну, как бы, компенсировать все то, что они не додали. Вот у меня такое ощущение, что люди, которым так жизнь сложилась, что они, в общем-то, живут достаточно хорошо, вот, в силу самых разных обстоятельств. они, конечно, могут фантазировать и придумывать самые интересные проекты, потому что для них это не будет, так скажем, критически тяжело. И когда они говорят, что да, знаете, вот очень интересно, да, мы должны пойти вот на эти ограничения, да, завязать, так скажем, затянуть пояс, ну, вот мы там, нам будет тяжело, но мы это будем делать, это говорят люди, которые не пашут в шахтах, которые не стоят, не убирают там зерновые в комбайнах, да, и тем более там на полях, на грядках не корячатся. Понимаете, это говорят люди, которых, что называется, жизнь удалась, а не в шоколаде. А вот эти, что называемые, широкие народные массы, им придется за все платить. Это уже многократно сказано, бедные всегда платят за богатых, обеспечивая им нормальные условия существования, а богатые рассказывают бедным, что мы все должны напрячься и затянуть пояса. Вопрос другой, что, например, я вот смотрю Финляндию, которую достаточно, ну, неплохо знаю, и вижу, что там, вот там сейчас они готовятся к выборам, там действительно, да, говорят о необходимости, так скажем, экологического зеленого движения, но там же одновременно говорят о необходимости социальной поддержки людей, которые мало того, что будут страдать от всех вот этих изменений, но и социальной поддержки вообще общества, потому что без этого, ну, никак не получится, иначе в обществе начнет происходить распад, раскол, расслоение, а любое расслоение это, простите, к чему ведет? Ко всевозможным революциям, и нельзя говорить о том, что мы хотим сделать зеленое общество ради блага всех людей и построить всю систему таким образом, что самые бедные как раз вынуждены будут платить за удовольствие и за взгляды самых богатых, вот к чему, к какому социальному парадоксу-то мы приходим, и самое парадоксальное, что зеленые, которые размахивают вот этими флагами экологическими, в общем, собственно говоря, это и считаются левыми, они же всегда как бы в альянсе с социал-демократами, в других странах вот и с коммунистическими партиями, и вроде бы, казалось бы, они должны думать о вот этих вот широких народных массах, потому что электромобили это не самые дешевые, вот знаете, если бы электромобили были бы самые дешевые автомобили, а автомобили бы на бензине были бы самые дорогие, то тогда понятно, что мы продвигаем электромобили, потому что это обеспечивает самых малообеспеченных людей хорошим, дешевым, экологическим средством передвижения, но ведь сейчас же получается, что хороший электромобиль, он же бешеные деньги стоит в несколько раз, а по некоторым позициям чуть ли не до десятка, раз больше, чем аналогичный бензиновый, поэтому мне кажется, что это очень серьезный вопрос, и у нас еще будет много поводов поговорить на эту тему. Константин Рангс и программа «Климат-контроль». Спасибо огромное, Константин, и до встречи в следующую пятницу. До свидания. До свидания.